В Саратове двое детей упали в люк с нефтеотходами. Один мальчик скончался на месте, второго в бессознательном состоянии доставили в больницу. По предварительной информации, дети гуляли в заводском районе рядом с люком дренажной системы нефтеперерабатывающего завода. По факту гибели ребенка уже возбуждено уголовное дело. Кто будет отвечать за трагедию, узнал наша съемочная группа. Страшные кадры рокового вечера 3 августа. Трое мальчиков прогуливались в районе железнодорожной станции Князевка. Дети увидели открытый люк дренажной системы, в котором обнаружили нефтепродукты. Один из мальчиков начал спускаться вниз, чтобы набрать смесь в бутылку. Его друг подскользнулся, и оба ребенка упали в люк. Третий в этот момент побежал за подмогой. Со стороны Волги бежала женщина и маленький пацан. И кричали, помогите, там двое пацанов упали в колодец. Она говорит, я МЧС вызываю уже, я не помню, что она кричала. Мы побежали сюда, смотрим в колодцы, уже они там лежат. Но они еще живые были. Спасти одного из мальчиков не удалось. Он скончался на месте. Второго в бессознательном состоянии доставили в больницу. На месте трагедии общественники обнаружили несколько открытых люков. Правда, уже на следующий день сотрудники нефтеперерабатывающего завода начали их закрывать. Когда мы приехали, все люки, которые находились в радиусе того места, были открытыми. Никаких опознавательных, предупреждающих знаков не было. И в том колодце, куда провалились люди, находились нефтепродукты. Мы наблюдали картину, как сотрудники Роснефти все люки, которые находятся в радиусе того ЧП, накрыли красными коробами, засыпали песком. А в том месте, где именно упали дети, накрыли металлической крышкой. Однако виновных в трагедии обещают наказать. По факту гибели ребенка уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Назначены судебные экспертизы. Устанавливали свидетели очевидца произошедшего. Сейчас рассматривается версия причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи обещают, виновного найдут и накажут. Теперь главное, чтобы выжил второй пострадавший ребенок. Его состояние сейчас стабилизировалось, но остается тяжелым.